Всем привет! ZMI выпустила новый паербанк, у меня есть первая их версия, это вот такой вот синий на 20000 мА, очень с хорошими характеристиками, то есть по Type-C, то есть у меня здесь есть Type-C выход, по нему он выдает 65 Вт. Это довольно-таки круто было до какого-то времени, и плюс данный паербанк работает как USB-хаб, то есть вы сюда Type-C вставляете, вставляете с другой стороны Type-C, например, в ноутбук, и у вас появляются два USB-порта, при этом вроде он не заряжает, ну точно не помню, но паербанк реально клёвый, пользуюсь им периодически. Вышла новая версия, это не мой, мне дали на обзорчик, по характеристикам, но он практически то же самое, единственное, по Type-C он стал выдавать 65 Вт, это ещё круче, так что давайте его тестировать. Приходит, в общем, также в коробочке, внутри вторая коробочка, стал цвет немного другой, так, а вот ножик я с собой, сейчас надо вскрыть. Версия называет ZMI 10 Pro, ну или просто ZMI Pro, по идее по весу и по всему остальному он также не изменился. Также здесь мякушка, комплектация сам паербанк, ну мне кажется, не, по весу мне кажется он такой же. Так, так, как же тут всё это вскрывается? Изменился цвет, он стал более такой синий, то есть если здесь тёмно-синий, то здесь уже такое, как вы видите, ярко-синий, прям реально ярко. Надпись ZMI стала глянцевой, в отличие, а здесь просто гравировка, здесь уже прям такая глянцевая надпись. Кнопочка стала золотой, индикация также осталась, разъёмы также остались, причём здесь такой же значок, как и на прошлом USB Type-C туда-сюда, то есть вы можете и заряжать, и разряжать. Здесь такой же был значок. Вот, единственное, здесь уже видите, подписали выходы, входы, то есть здесь такого не было, но на самом деле это мало чем помогало, правильно? Все и так понимали, что он может по характеристикам, то есть вы можете сами увидеть, что он выдаёт до 20 ватт, вольт, до 20 вольт и 2,25 ампера, это по USB, как я понимаю, наверное, вот, по Type-C он выдаёт больше, 20 и 3,25 ампера, это намного круче, вот, так что в 65 ватт, я думаю, надо будет из него выжать. По комплектации должно быть всё то же самое, да, один USB Type-C кабель для зарядки и второй USB USB для того, чтобы выдать 65 ватт. Вот, единственное, провода стали чёрные, потому что с первой версии провода были белые. Давайте теперь сейчас я возьму свою нагрузку и проверим, что он может. Вот здесь, как вы видите, всё на китайском языке. Погнали нагрузкой. Для начала давайте запустим Type-C линию, посмотрим, насколько она выдаст 65 ватт. Заряда у нас на данный момент 3, то есть где-то 70% точно есть, так что давайте проверять. Сначала, значит, мы выкрутим на... Так... Type-C, Type-C и никакого запуска почему-то нет. В общем, я так и не понял, но почему-то с нагрузкой не работает. Если берём без нагрузки, подключаем, например, телефон, то, как вы видите, выдаёт 16 ватт и это быстрая зарядка. То есть, ну, прям телефон пишет, что, да, быстрая зарядка есть. Теперь нам надо как-то выдать на данный порт 65 ватт. Для этого, наверное, попробуем задействовать ноутбук. Ноутбук оказался полностью заряжен, так что давайте проверим USB-шные порты. Насколько они мощные и сначала, наверное, проверим на старом, выдаст ли они по 45 и потом уже на новом проверим, выдадут ли они 65. Собрал вот такую ужасную систему. Включаем. Две нагрузки. Так, одна нагрузка подала сразу у нас 5 вольт 1 ампер. Вторая подаёт 5 вольт 2 ампера. Так, погнали. Здесь также у нас отмеряется 5 вольт 2 ампера. Здесь 5 вольт и 1 ампер немножко добавим. Так, так, получается здесь у нас на один выход идёт 10 ватт, на второй идёт максимум, который у меня получилось. Здесь у нас 5,2 ампера и здесь также 5,2 ампера. В общем, выдаётся, получается, где-то 23 ватта. Вот, это по USB-шным портам. При этом он не нагревается. Если я немножко добавляю, то он уходит в защиту. Как вы видите, всё, перезагрузился один порт. Второй порт тоже упал. Ну, то есть, дальше смысла нету. Остаётся только Type-C порт. Но почему-то не эта нагрузка, не эта нагрузка не может по Type-C брать. Кстати, для прошлого вот этого паербанка, заявленное по Type-A, получается 5 и 2,4. То есть, как есть написано, так и выдаёт. Единственное, вот как мне выдать теперь 40 попробовать. Потому что, ну, никак они не хотят работать по Type-C. Только если я подключаю какой-нибудь... То есть, ну, вообще нет электричества. Ничего не подаётся, то есть, реакции никакой. Возможно, он думает, что... Он подключён как хаб. Из-за этого он не подаёт электричество? Ну, не могу понять. Наверное, для этого нужно будет использовать триеры. Для примера, по Type-C выходу на старом портбанке, как вы видите, выдаётся 60 Вт. И это прям есть. То есть, DP, версия 2, 60 Вт. И остальные протоколы, которые он поддерживает. Ну, Quick Charge поддерживает. Но 20 Вольт он не поддерживает Quick Charge. Но остальные 12 Вольт спокойно поддерживают. И, в общем-то, много остальных всяких вариантов. Давайте попробуем прогнать такой же тест на новом Пайербанке и посмотрим, что он выдаст. Вот что выдаёт новый Пайербанк. То есть, также по Power Delivery 3.0 он выдаёт 65 Вт. По Quick Charge также 20 Вольт он не выдаёт. Так что будем сейчас пробовать использовать триггер на 65 Вт. Ну что ж, выставил триггер на 20 Вольт. Так, да, 20 Вольт. 3,25 А. Вот здесь 20 Вольт так и показывается. Ну и давайте посмотрим, выдаст он ли 3 А. Ну и заодно 65 Ватт. Так, 20 Вольт. 2,2 А. Это же 63 Ватта. 66 Ватт. 53 Ватта. Давайте до 3 Докручу. 60 Ватт. Так, какие-то просады. Пошли. 3,4 А. И он сработал. Сработала защита. Отрубилась. Так, есть. О, до сих пор работает. Но почему-то тестер моргает и не может дальше прогрузиться. Видать, триггер работает до сих пор ещё, но тестер уже всё вырубился. Ну давайте посмотрим. Паербанк при этом не нагревается. То есть, с ним всё в порядке. Мне интересно, просто выдаст он 65 Ватт или нет. Или это немножко завышенные показатели. 64 Ватта. 65 Ватт. Всё, выдаёт 65 Ватт. То есть, это всё реально как и есть. Давайте попробуем на старом. Выдаст ли он 45 Ватт. Так, есть 20 В. И максимум должно быть 2 А. Так, 1,5 А это 30 Ватт. Должно быть 45 Ватт. Вот, почти 2 А и это 40 Ватт. Скорее всего, дальше должно будет срабатывать защита. Да, это 40 Ватт. Давайте немножко больше накрутим. Должно быть 45 Ватт. 46 Ватт, 47 Ватт. То есть, он дальше работает. 47 Ватт. При этом у нас 2,3 А и 19,8 Вольт. Скорее всего, просадка идёт на проводах. То есть, это, в общем-то, погрешность нормальная. И теперь сейчас попробуем подключить всё это дело к ноутбуку. К большому сожалению, ноутбук оказался заряженным. Так что он разрядится. И в конце видео я покажу, что он выдаёт 65 Ватт. Есть вот такой вот ещё зарядный зарядник на 3 порта. 2 Type-A, 1 Type-C. И вот его характеристики от компании Bazeus. Bazeus мне компания, если честно, не очень нравится. Но человек, который купил этот паербанк, решил, что вот в такой комплектации будет неплохо. По Type-C выдаёт 60 Ватт. Так что давайте попробуем зарядить мой. Ну, мой получается паербанк и вот этот. Новенький именно по 60 Ваттной линии. Заодно просмотрим, выдаст ли она такую мощность или не выдаст. Использовать будем тестер. Так. Тестер, 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 тестер. Сейчас 5 Вольт, ничего не происходит. Давайте подключаем по Type-C. По идее должно сюда... Немножко отошло. И выдаёт 43 Ватта. 42 Ватта. То есть Bazeus тянет. Так. Также было бы неплохо сюда, наверное, нагрузить ещё нагрузочку. И посмотреть, выдаст ли данная зарядочка 60 Ватт. Сейчас мы это сделаем. Итак, зарядка Bazeus. Стоит нагрузка, которая выдаёт сейчас 5,5 Ватта. Это у нас 12 Ватт. Зарядка, вернее нагрузка, которая моя крутит... Сейчас мы её подкрутим немножко побольше. Тоже 12 Ватт. И Powerbank, который сейчас потребляет, 33 Ватта. То есть, в общем, получается... 24, 50... 56, 57. Если я увеличиваю, то у нас по Type-C начинается просадка. Как вы видим, ну, немножко там прикручиваю, немножко увеличиваю. Здесь начинается просаживаться. То есть, ну, вот 55, это максималка, видать, его. Также попробуем с ноутбуком. Посмотрим, сколько она выдаст по Type-C. По идее, должна тоже 60 выдавать, как вот этот синенький Powerbank. Интересная штука. Сюда воткнул новый Powerbank, который здесь уже получается 40. Здесь у нас выходит... Так, ну, так вот, наверное, будет видно. 13 Ватт. И на той нагрузке тоже 13. То есть, у нас уже выходит... 66 Ватт. То есть, нормально. Базеус тянет Базеус, при этом начинает нагреваться. И довольно-таки неплохо нагреваться. Ну, давайте крутанем, например, вот эту нагрузку и посмотрим, вырубится ли... Да, есть. Все, видать, это было максимальное. Как мы видим, дальше уже ничего не происходит. Он, может быть, и пытается что-то сделать, но у него ничего не выходит. Остается только Type-C разъем, который до сих пор еще крутит. Так, вырубаем Type-A, чтобы оно не напрягалось. Есть, пошел контакт. Вот. Но по Type-C у нас шел ток 40 Ватт. Неплохо. Ну, теперь, значит, остается узнать емкость. Емкость буду замерять с помощью своего вот этого измерителя, тестера. Значит, разряд, заряд. Все это буду осуществлять через Type-C разъем, чтобы... Ну, наверное, у нас будет емкость где-то в районе 12 миллионов. Да, здесь, кстати, так и написано, что 12 тысяч. Так что посмотрим, посмотрим, правда это или нет. Вот. И в конце попробуем посмотреть, все-таки по Type-C выдает он 65 или не выдает. Итак, потестировал PowerBank. Сейчас он у нас заряжен. Сейчас я вам покажу результаты тестов. Так, наверное, надо выключить свет. Вот наши результаты тестов. Первый раз залилось 6,3 А. И это у нас равняется 76 Ач. То есть заливалось... Вы скажете, да, почему тут 20 миллиампер... Да, 20 тысяч миллиампер заявлено, а залилось всего лишь 6. А все потому, что, в общем-то, здесь есть такая штука, как написано, сколько Ач он должен выдавать. Так, где-то это было. Вот здесь у нас написано, что его емкость 2000 миллиампер, и это если мы заряжаем 3,6 Вольта. А так как я заряжал быстрой зарядкой, заливается туда скорее... Ну, не скорее всего, а так и есть. Ну, 6,6 где-то и 3, там 6,5. Вот. И это у нас равняется 72 Ач. У меня даже, получается, вышло чутка больше, потому что 76. Потом я им его разряжал, получается, разрядил на 12 тысяч миллиампер, и это у нас 61 Ач. То есть немного меньше выдало. Опять же, потом я поставил его на зарядку, и в него залилось 79 Ач. Вот. То есть как бы емкость-то все-таки у него... Ммм... Заявленная такая, как и есть. Вот. Токи он отдает большие. Мы это протестировали, и последний тест. Давайте проведем с помощью MacBook'а. Посмотрим, как он его будет заряжать. Ставим вот сюда в разрыв тестер. Дальше мы это все подключаем к MacBook'у. MacBook'у сейчас, на данный момент, почти разряжен. Так что, должно быть все хорошо. Единственное, есть. MacBook'у показывает, что он заряжается. Вольтаж у нас, как вы видите, очень прыгается. От 20 до 40. И это, наверное, не очень хорошо. То есть... Так вот стабильного... Получается, толку у нас не выходит. Хотя вот, смотрите, 45 разгоняется. Разгоняется 50 уже вышло. Ну, неплохо, неплохо. 50-60. Должно быть. По максималке 65 Вт. Данный паэрбанк может выдавать. Так, ну, видать, вышло все на 62,5 Вт. И будет на этом держаться. То есть, ну, можете спокойно, наверное, в полевых условиях заряжать свои ноутбуки. Но единственное, что для моего MacBook'а блок питания родной, который идет на 60, 57 Вт. Так что такого паэрбанка ему хватит, как дополнительной батарейки. Скорее всего, зарядить он его, наверное, не сможет, если его при этом использовать. То есть, если я буду при этом рендерить видео, то, скорее всего, ну, не получится зарядить. Вот. Но, в целом, вполне юзабельно. То есть, можно использовать паэрбанк, как дополнительный аккумулятор для своего ноутбука. Так что, можете взять себе на вооружение, так как сейчас многие ноутбуки новые стали уже идти с Type-C. И, причем, Type-C, который не только на передачу данных, но еще и на зарядку и на разрядку работает. И вот вам паэрбанк, который сможет его спокойно заряжать. При этом многим ноутбукам, если он офисный, им надо вообще 65, это максимум, сколько им нужно. Ну, может быть, даже 45. То есть, ну, мне кажется, как резервный аккумулятор, как паэрбанк для телефона, для мобильности для вашей. То есть, и телефон зарядить, и, например, камеру зарядить, и компьютер зарядить на двух. То есть, вообще, отличный вариант. Вот. Так что, ссылочку я вам оставлю под видео. Также оставлю ссылочку под видео на вот этот базеус. Еще раз, его характеристики. Он у нас выдает тоже 65 максимум. И это, наверное, будет, ну, как приятное дополнение к вашему ноутбуку. То есть, по идее, если у вас ноутбук на Type-C, то вы можете его использовать, вот этот базеус, как зарядку для ноутбука, так и использовать его как зарядку для телефонов, для паэрбанка и всего остального. Вот. Ссылочки я оставлю на все устройства. Ну, если нужны ссылочки на тестеры, то были видео про эти тестеры, про этот тестер, про этот тестер. В общем, если кому интересно, поищите на канале. Все это было. И, в общем, тестеры не дешевые. И я не знаю, зачем они вам нужны будут, если вы не будете использовать их, ну, хотя бы раз в неделю. Однозначно стоит своих денег. Базеус тоже стоит своих денег, но мне почему-то Базеус никогда не нравится. Так что личный ваш выбор. Хотите покупать, хотите нет. Ссылочки под видео, с вас жду лайки, пишите свое мнение по паэрбанку. Если вдруг что-то как-то я неправильно протестировал, пишите видео. В следующих видео с паэрбанками я буду стараться исправить это все. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok